здравствуйте дорогие друзья здравствуйте другие подруги обрите без бритья суть этого видео просто несколько событий несколько информационных потоков я хочу их объединить и чтобы тоже непосредственно самого бритья не касалось локализовать убрать сторону выпустить отдельно видим а потом уже само бритье несколько лет назад но она уже больше двух лет как казак канал константина разошар у меня стоит рекомендованных он там стоит не случайно как мы познакомились да тот же самый youtube то есть он написал комментарии прошел по его ссылке по его никому посмотрел опаски паски я всегда ими болел да не всегда у меня все получалось но я всегда болел естественно поставил рекомендованного поставил меня но это было давно совсем недавно в рекомендованные каналы я поставил павла почему он бреется опасками допускай он живет в америке бруклине но тем не менее опаски ребята я все еще продолжаем и болеть но даже не в этом дело это все равно тема бритья тут читая комментарии александра зашел к нему мою церковь а потом вспомнил про всех остальных парней это и стас джаст хобби и моя бритва или как 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 вот вот еще вот там вот еще одно и подумал а чё наши то это же это же все бритье буржуинов он с америкой америкосов тыкаю а про наших забыл и наших туда всех до кучи короче ребята вот все те каналы которые знаю по бритью они сейчас стоят рекомендованы если кто-то болеет темой бритья вам всегда будет их легко найти кто-то мне написал в комментариях вадим что ты делаешь это что и конкуренты ребята ну во первых я так не думаю мы все-таки разные стас александр павел константин вот сколько вот ребят работают на ю тубе в плане бритья все разные подачи материала разные материал разные энергетика разные все им все заходит совершенно по-другому и люди говорят об этом по-разному это во первых во вторых ну конкуренция да чё скрывать мы в принципе то создаем youtube а вот эти каналы по той причине что ну скажем так нравится а вторая ну меркантильные цели все равно все преследует всем хочется чтобы был миллион подписчиков на канале и чтобы канал не только тянул на себя но и хоть что-то отдавал тут спорить бессмысленно до меркантильные цели тоже есть но тем не менее я считаю что вот вторая составляющая которая у меня заложена на канале это как можно большему количеству людей показать что жилет лучше для мужчины нет это фейк это слоган который придумал запудрить мозги и вытянуть ваши деньги из кармана вот это тоже немаловажно а старая добрая тышки опаски все вот эти вот инструменты которыми брились наши отцы и деды прадеды это это живое она никуда не ушло она функции клирует и просто достаточно иногда просто так вот взять чуть-чуть занавеску то отодвинуть а там целый мир и вот я считаю что в этом еще одно предназначение моего канала кому-то помочь отодвинуть эту занавеску и именно поэтому я вот всех ребят поставил к себе в рекомендованы им на этом этапе это чрезвычайно поможет это вторичная причина они точно также раскачивают свои каналы они точно также хотят чтобы у них было как можно больше подписчиков и 100 когда я поставил рекомендованы но у меня да у меня больше подписчиков им это должно помочь намного должно помочь то что я говорю видео об их каналах это тоже должно помочь и от всей души им желаю пускают у них тоже все это растет растет побыстрее и становится как можно больше подписчиков тем более есть из-за чего я Я поставил всех пацанов в рекомендованные после просмотра видео Александра Моя Цирюльная, наверное где-то штук 5-10 просмотрел, ну не 10, штук 7. К концу просмотра этих видео я сам для себя осознал, что опаска это всего лишь инструмент. Все что нужно это понимать что ты делаешь, не бояться и выполнять одни несложные правила. Потом, впоследствии, у тебя будет все свое, все наработанное, у тебя будет все хорошо, но сейчас в начале, когда у тебя в голове раскардаш, чердак сносит только от одного вида этой опаски, ты не знаешь куда где что как зайти, Александр дает ту информацию, которая чрезвычайно нужна людям. Если человек хочет научиться бриться опаской, вот куда нужно идти, вот где нужно посмотреть. Да, сейчас у нас с вами на канале будет интересный момент, наверняка многие на ютубе видели и бритвенных каналов тьма, и как бреются опасками, как бреются тэшками, и там еще чем-то бреются. Но я не встречал ни разу ни одного видео, где человек в процессе своего обучения брития опаской все бы это снимал и показывал. У нас сейчас с вами есть такая уникальная возможность. Я буду учиться опаской и все мои успехи будут запечатлены на пленку и вы все это сможете увидеть. Не без помощи всех тех людей, которых я сейчас назвал. Взять Константина. Какая-то добрая душа в предыдущем видео, под предыдущим видео, я его забанил, ребят. Объясню почему. У каждого человека полно тараканов в голове. У меня их не меньше. Есть они и у вас, что скрывать. Но я их не стараюсь вываливать на кого-то. Я своими тараканами вас не душу. С ними я разбираюсь сам. Именно из-за этих тараканов я ушел с формы. Когда какая-то упертая личность выходит и начинает читать не то чтобы между строк, а вот есть предложение из 10 слов. Он из 10 читает 2. Остальные не замечает. И из этих двух делает какие-то свои выводы, которые тебе, кто писал это предложение, совершенно не свойственны. И начинает тебе за это выговаривать. И говорит, что это неправильно, это нехорошо. В жизни, в простой. Ты бы развернулся, сказал, да иди ты на. И ушел бы. Но тут ты не уйдешь. А у человека своя позиция. Вот у человека свои взгляды. Я не против. Пожалуйста, без проблем. Но, мил человек, если ты все-таки увидишь это видео, хоть и забанит это посмотреть-то сможешь. Ты учти одну такую простую вещь. Я здесь сделаю вот эти все видео не только для того, чтобы люди могли научиться, но и создавать комфортную атмосферу на канале. Когда приходит какой-то человек и начинает свои выдуманные соломинкой тыкать мне в глаз и говорить а-та-та. Ну, какой нахрен комфорт? Тут уже никакого комфорта совершенно. Так что, извини, дружище. Что там за комент был? Вот, в своем видео ты хвалишь Константина, потому что он прислал тебе опаски. И ругаешь седых. Говоришь, что у него хуже, потому что седых тебе не прислал. Было бы правильно, если бы ты купил у седых или заточил у седых, а потом сравнил. Я читаю все это и тихо херею. Какое нафиг сравнение? Слова во всем видео сравнения не было, человек тянет вот это. Я не говорю, что седых хуже, Константин лучше. У человека это откуда-то взялось. Ребят, во избежание в будущем подобных вот таких вот разговоров. Ребят, для меня седых не хуже и не лучше Константина. Точно так же, как Константин не хуже и не лучше седых. Это два взрослых, умных, толковых, опытных человека. Они сами по себе. Нельзя их сравнивать, потому что они разные. И заточка у них разная. Да, у обоих хороша наверняка, но хотя у седых я не пробовал. Но тем не менее, это все равно разные люди. И разные люди точат по-разному. Цель одна, чтобы было комфортно бриться. Но точат-то они все равно по-разному. Поэтому, ребят, вот эту вот бодягу, пожалуйста, убирайте в сторону. На формах, пожалуйста, там пластайтесь, как хотите. На канал не тащите, приз. Так вот, к чему я все это? Я внутри вырастил какое-то маленькое такое желание. Если где-то что-то на просторах Ютуба найдется по части бритья, стараться все это подтягивать, подтягивать, подтягивать. Если, допустим, какая-то мелочь пузатая, как вот типа наши пацаны. Ну, ребят, не обижайтесь. По числу подписчиков, да, вы пока мелочь пузатая. Хотя, по содержанию, ни хрена вы никакая не мелочь. Вы гуру, у которых учиться, учиться, еще раз учиться. Возьмите того же самого Александра. Годы, годы опаски в руках. Вы что, талант не пропьешь? И опыт тоже. Вы представляете, сколько заложено в этом человеке? Вы представляете, какой информацией может поделиться? Именно поэтому я и хочу все, что вот это вот есть, подтянуть под свой канал, выставить рекомендованные, чтобы каждый человек, который болеет темой бритья, всегда смог это найти. Естественно, я не могу сделать такого с каналом Эдуарда Сидых. Я ему не ровнее. Кто он и кто я? Это, ху-ху, а я тут снизу, ху-ху, вот там, типа, давай я тебя. Нет. Если он напишет, если он скажет, Вадим, я не против, я это, конечно, сделаю. А сам вот так, самолично вот так взять, ну, это будет некрасиво, во-первых, во-вторых, будет выглядеть, как будто я к чему-то там примазываюсь, а мы девушки гордые, мы того, чего надо, сами добьемся. Поэтому вот это, наверное, единственное исключение. А все остальное я хочу сделать вот так. Ну, самое главное не сказал. Это вот тот дурацкий коммент сбил. Так вот, в Александре. Ребята, когда я смотрел его видео, я не только понял, что опаска – это просто. Когда научишься, конечно. Ну, и опаска – это вещь. Вещь сама в себе. Меня доконали его слова, когда он сказал, что я могу бриться через день, да каждый день. День опасный, у меня нет раздражения. Хотя после тэшки у него там бомбезные вещи творятся, полностью раздражение идет. Как так? Задал я себе вопрос, и пока нет ответа, но я его найду. Найду, ребят. Я буду бриться опасками через день, да каждый день. Ну, те видео, Александр, которые я просмотрел, он там два обучающих выпустил, как научиться бриться опаской. Они для меня звучали, как мантра. Я запомнил его технику бритья от и до. Естественно, у меня будет другая. И это нормально, потому что все видео по бритью, которые я смотрел, кто бреется опаской, несмотря на то, что основа заложена везде одинаковая, первый проход по шерсти, потом вдоль, ну, в смысле, поперек и против. Но, во-первых, шерсть у всех растет разная, во-вторых, моторика у всех разная. Кому-то удобно так, кому-то удобно так, и в-третьих, у всех лезвия разные. Поэтому каждый вырабатывает свою схему и следует ей. Точно так же, как вы наверняка можете сейчас обратить внимание, вот работа тэшкой. Каждый тэшкой работает по-своему. И не только из-за того, что карта волос разная, но из-за того, что хачухи, моторика, менталитет, тараканы в голове у всех тоже разные. У меня сложилась определенная схема, я следую, она меня полностью устраивает. У кого-то своя схема, у кого-то третья. Ту же самую опаску взять, есть люди, которые обреются сразу против шерсти волос. Так, жих, жих, жих. И да, я согласен с Александром. Есть люди, у которых физиономика, то есть анатомия лица такая, что как будто Господь так, знаешь, со стороны посмотрел, говорит, блин, а вот хороший чувак, а давай-ка ему там вот кругло все сделай, чтобы ему удобно было. И да, да, есть такие люди, у которых лицо без всяких выступов, без всего, он просто опасочка, жик, жик, и все, все. Я думаю, если в будущем когда-нибудь сделают автоматы по бритью, что голову застунул, бам, с тебя побрили, и ты чистенько вышел, так вот с таких людей начну. Ну так им, блин, вот это вот все ничего не выпирает. Ну прям, фу-фу-фу, хорошо, хорошо. Вот, ребят, опаски не забросил. А, еще последнее. Клин, клин. После просмотров видео Константина, Роза Шарп, он обронил там фразу как-то, что, во-первых, он сам клином болеет, а во-вторых, для жесткой щетины самое лучшее, это клин. Вот, вот, и вот, вот этот таракан там бегает, вот этот клин, который Костя прислал, я в руки беру, я как котенок с бантиком вот прям вот, и выпустить, и страшно, и сыкотно, и мама не вели, ты там. Вот стою и кипятком писаю, я все жду, когда я этим смогу побриться, но, к сожалению, не в этот раз, почему я объясню. Фух. Ну, вроде бы все сказал, что хотел. Извините, если сумбурно, если кто-то посчитает, что такие видео не надо выпускать на канале, ну, в принципе, ничего страшного, буду держать все это в себе, и, в принципе-то, канал без таких видео обойдется, будем только побрить и выпускать. Ну, а на этом все, сворачиваемся, надолго не прощаюсь, и пошли бриться. КОНЕЦ Продолжение следует...